Всем привет дорогие друзья, меня зовут FatCat и недавно я обнаружил русский сервер игры blade and soul пиратский конечно же немножко поиграв я решила записать такой ролик в котором я буду от лица нуба пытаться разобраться стоит ли вообще играть в эту игру что она из себя представляет и конечно же что из себя представляет данный сервер стоит ли играть на нем хотя принципе выбора конечно же нет так как по крайней мере для меня так как играть в оригинале с иероглифами это не вариант ладно давайте запустим что-либо я уже как видите чуточку прокачался но создам нового персонажа и посмотрим есть у нас четыре расы или четыре персонажа если вам так будет более угодно некоторые двуполые то есть вы можете создать мужика и бабу а некоторые однополые где-то куны да видите наруто куна создать не получится лишь бабу ну в принципе здесь тоже выбора особо нет все создают сиськи поэтому ну мы не будем отставать от общества и тоже сделаем себе что-то или можно сделать вот такую вот картышку короче говоря это вроде как обычные люди будем будем такими рассуждать немножко по-идиотски это дылды двухметровые это у нас маленькие няши ну как обычно бывает во всех ммо я имею ввиду восточных и куны это типа кавайные кавайные человеки чересчур няшные ну тогда создадим эту маленькую дрянь возьмем мастер стихии мастер тени это своеобразный ассасин бросает сюрикены некоторые инвизы у него есть я уже чуть поиграл за него мастер клинка будем считать это варьером хотя здесь классы более похожи на всякие боевые искусства ну и мастер кунг-фу который кассетами будет дубасить с руки у дыл кроме мастера кунг-фу еще есть мастер секира это типа берсеркер как видите на видео такие массовые атаки он раздает но медленно должно быть медленно я не играл так что точно не знаю у коротышек есть еще мастер призыва какая-то наверное бесполезная хрень как обычно бывает хотя может быть я ошибаюсь есть еще мастер клинков лина я не знаю отличается ли он от обычного мастера клинка или нет и мастер стихи это маг ну и здесь тоже у нас есть маг и мастер клинка так все берем берем коротышку берем мастер стихий выберем стоп я же вроде пацана хотела почему они на бабу похоже это нет тисик нет ладно значит все таки пацан черт нет лучше возьму бабу лан пусть будет не нибудь а почему они все такие что мне не нравятся ладно пусть будет такая так выбираем и ник ну чё тут мудрить маг пусть будет абор кадабр получилось ништяк заходим в игру первое что нужно сказать опять же от лица нуба графика мне очень понравилось замечательно ну как минимум по сравнению с тем же айоном ведь я насколько я понимаю компания которая разрабатывала обе игры одна и та же nc soft то по сравнению с айоном конечно же графика здесь выигрывает очень сильно выигрывает ну случаются некоторые схожести с айоном опять же я делаю ставку на то что одна и та же компания дело ну например я заметил что звуки агро мобов идентичные той и в той в той игре по крайней мере когда я играл в айон то были такие же звуки возможно сейчас что-то изменили еще похоже не режим парения как в айоне хотя я не считаю это минусом это огромный плюс мне очень нравится фишка в айоне и я очень рад что она присутствует и в этой игре так мы скипнем ролик не буду спойлерить довольно интересный ролик можно посмотреть конечно же в стиле аниме и возможно многим он покажется глупым итак начинаем мы появляемся на стартовой локации и у нас начинается обучение уже извините читать мне все это падлом так подходим берем униформу шмотки здесь лишь для внешнего вида вот так вот то есть и здесь есть как я понимаю много разных фишек например вот кольца серьги пояс браслет жерели будем надеяться что эти вещи с какими-то параметрами но покуда я поиграл обычные вещи такие короче в одну ячейку какие-то униформы путихона она полностью весь костюм я не знаю кстати как а вот так можно посмотреть на нее вот она все тело покрывает то есть костюм на всего персонажа и не дает никаких статов поехали дальше если не знаю может быть это хорошо может быть плохо я еще не уверен так нам нужно подбежать другой дом и разбудить этого спящего пиздюка по кровати с ноги надо зафигачить но у нее мягкий какой-то способ будить чуваков так теперь вся наша гиблая компания бежит дальше немножко срежем путь нам нужно подбежать на кухню набрать дровишек и зажечь костер вот они так поработали на славу сдаем квест и получаем что нихрена как обычно бывает ничего скоро уже будем что-то получать какую-то экспу по крайней мере нам нужно познакомиться с нашими персонажами проникнуться к ним любовью и после чего их всех поубивают вот такая вот драма интрига так нам дали новый скил это ускорение вот такой вот просто зашибенные фича к сожалению не бесконечно как видите вот есть полоска и откуда мы бежим эти очки тратятся но они очень быстро восстанавливаются и это радует стоп я не туда забежал пока что это мне очень радует единственный минус который я могу заметить это то что нужно нажимать два раза на w это неудобно единственное что я придумал когда ну и я когда быстро хочешь куда-то сбегать у меня не пальца клешни у меня не получается вот так нажать не выгодно можно нажать влево или вправо и тогда два раза и получается лучше возможно настройках можно что-то сменить но я еще не смотрел будем надеяться что можно это вроде бы важный момент игры так это у нас злодей типа и он дает нам скилл парения прыгаем и парим замечательно он не очень быстро к сожалению но замечательно все равно кроме того когда мы парим то очки нашего движения или как их там да очки движения кстати я угадал не расходуется а наоборот накапливается так что если вы пытаетесь преодолеть какой-то трудный участок карты и у вас закончились очки топа я не должна вам помочь в этом а это наш учитель этот маленький пиздюк теперь нужно подбежать к его хоромах в его хорома вернее и поговорить с ним снова так что книгу нужно взять со шкафа и теперь мы получаем нашу книгу умений скажем так или книга тренировок как видите здесь у нас будут открываться наши скиллы автоматически насколько я понимаю а здесь как видите у нас есть улучшение конечно же я еще не докачался нужно какой-то 17 свиток это типа 17 миссия здесь квест называется свитками но они как бы цепочки так что будем говорить на них миссии до 18 я нихрена не докачался вроде бы до где-то 10 или что честно не помню окей теперь нам нужно бежать к ученику йон муку который научит нас раздавать пиздюли манекеном ах зашибись как мне нравится это парение и прыжки за километр так поговорим с йон муком дэлдой что-то нам дал нам дал оружие маги носят амулеты как видите вот такие вот ленточки тоже неплохой ход со стороны разработчиков хотя бы что-то оригинальное это задолбали всякие посохи а у призывателей кстати посох поэтому я за него и не играю бесит так и нам дают наши скиллы скиллов здесь мало но вся фишка в использовании комбо для мага комбо я пока что не знаю но сейчас попробую разобраться думаю это не должно быть очень трудно да я уже протыкал что он не там рассказывал ладно попробуем по квестам нажимайте на левую кнопку мыши для непрерывного использования огненной адлайне накопите 3 искры затем примените ударная волна нажав на кнопку 1 и прорезите искрами манекена в радиусе 10 метров ага то есть мы просто дубасим а наши сферы работает на наш скилл неплохо а на правую кнопку есть что-то она правы нет пока что ага надо еще два раза долбануть замечательно а в тех персонажей за которых я играл в ассасина и в блэйд мастера ну что такое там немножко по-другому там сильный удар на правой клавише мыши и таким образом мы делаем 3 обычных удара и сильную тычку ну принципе немножко похожи с этим ладно нажимайте на левую кнопку мыши для непрерывного бла-бла 5 единиц и затем нажмите на кнопку 2 и долбаните вихрим пламени 1 2 3 4 5 и тынь ауешка ништяк а надо еще раз может быть сразу вода можно не накапливать когда они есть уже я затупил замечательно а стоп нажимаем сюда заканчиваем свиток или начинаем новый последовать за ен муком блин он бежит как я не знаю кто даже я со своим сраным ускорением не успеваю да сократим дорогу не получилось все равно быстрее вот зараза итак теперь нам нужно попасть в пещеру испытаний никаких особых испытаний нас там не ждет но все же окончание тренировки в принципе подходит к концу и это радует можно уже будет телепортироваться на обычную локации что-то погриндить хоть нет еще нескоро итак здесь нам банально нужно завалить манекены что я делаю давайте соберем их кучку замечательно теперь появится пиздюк в маске и надает нам по щам короче мы сдыхаем и теперь квест нам показывает что делать если мы загнемся видите появляется вот такой вот радиус возле нашего убийцы нам нужно свалить из этого радиус иначе когда мы воскресимся он на нас должен заагрится наверное и теперь нажимаем на медитацию и по истечении 20 секунд мы будем воскрешены замечательно так как мы подохли теперь нам расскажет этот нпц о том что нужно еще ремонтировать наши шмотки оружие если быть точным насколько я могу помнить для этого нам нужен костер и наличие в нашем рюкзаке ремонтного молоточка там всякие разные продаются и вот таким образом мы отремонтировали нашу пушку все время вышло забираем экспо зашибись теперь у нас есть еще один квест вот райдбэ вау а почему-то на персонажах ближнего боя так не показывает ладно ладно сейчас испробуем на ком-либо конечно я не могу этих атаковать печалька ну ладно бежим центр последний шаг нашего квеста так снова скипнем посмотрите сами если вам интересно и надо завалить еще четыре моба надо будет почитать описание скилла как работает это длань ледяная а это просто автоатака ледяная получается нет не автоатака она сжирает тоже сферы скип ним посмотрели кто режиссировал этот замечательный ролик это конечно же был сарказм и наконец-то мы можем попасть на стандартную локацию к сожалению до всеми любимого гринда еще далеко нужно будет пройти еще некоторые уступительные квесты но за них мы уже или за я не знаю за убийство мобов может быть мы уже сможем получить что-то ценное скоро узнаем короче нам накостыляли сейчас том ролике которые скипнул и мы просыпаемся в деревне нас я не знаю выбросила в море или куда там и нас няша спасает первая красавица на селе вот такая вот просыпаемся мы в таком импровизированном лазарете как видите и здесь идет заварушка какие-то чуваки из не знаю озерного клана или как там я уже не помню приплыли и всех пиздят так что нам нужно побежать на берег и помочь деревне спастись от них сначала заносим продовольствие и теперь нас любезно просят пойти и раздать кому-нибудь по щам скипнем это все дело и за выполнение квеста мы получим аж целых три баночки которые мы можем юзать в бою восстановлять себе здоровье конечно же что а извините надо побазарить да теперь можно уничтожать кого-то черт я плохо в этом деле так получилось теперь берем раненого солдата и тачмил господи посмотрите на этот пресс что это 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 мечта любого качка наверное хотя вряд ли он бедный как доска и так доставили больного теперь нужно справиться о его здоровье придет сейчас туда доктор и расскажет нам что-то там так все получаем награду обоза им со сторожником и он должен нам сказать что беда случилась там какой-то предводитель всех обижает как обычно предводитель пиратов или злобных мобов суть та же что такое вот так включаем наше ускорение забрать у матросов южного братства высадившихся на побережье бомбыковой деревни карту карту так элитный солдат элитный солдат вот матрос сразу бомбим самым сильным скиллом что нет карты ну давайте прочтем это обмороженные враги 15% уменьшается скорость передвижения окей мне это нравится запрет на использование боевых приемов передвижения вау нифига себе при использовании ледяных боевых приемов увеличивает на 10% я так понимаю это урона у нас что ударная волна замороженные враги углашает вау то есть мы делаем вот так и делаем вот так ну нет ни хрена не заморозился он не понимаю я как работает эта комбо или на эдлайн огненная эдлайн здесь ничего нет за каждое накладывание больше урона печалька значит здесь пока что нет никаких комбо это не радует хотя конечно он из или она из автоатак в принципе неплохо так сносит да блин это что лаги какие-то у меня почему-то все очки движений пропали что вообще произошло а все да это наверное было ну какой-то глюк отображение или что так бежим сюда и нам нужно завалить какого-то предводителя и спасти как обычно деревню так соберем всех этих чуваков нифига себе да зря я его сразу убил получается да зря так отлично теперь нужно подорвать вот эту пушку и можно будет завалить предводителя мобов начальник базы южного братства ин гваниль зашибись он он крут наверное так получилось беседуем с нашим квестовым нпц замечательно и покидаем нафиг эту локацию все теперь мы как бы появляемся в нормальной квестовой локации или просто локации как вам будет удобно ее называть и наконец-то в принципе должна игра уже начаться как-то так так зашибись берем квесты и начнем разбираться вообще в чем тут соль признаться честно я прошел чуть дальше первым персонажем даже какого-то босса я уже дубасил но если честно то понял я не слишком много как все здесь работает так нам нужно бежать конец этой деревни давать квесты надеюсь как в айоне здесь тоже можно будет как-то повышать количество этих очков смотрите как интересно когда мы заходим на какую-то другую локацию то очки обнуляются я имею ввиду восстанавливаются сразу же возможно это баг все-таки пиратка а может быть так задумано окей нам дают наконец-то нормальное оружие хотя конечно атака здесь не слишком повысилась всего лишь на единицу но его уже можно улучшать да для того чтобы улучшать нужно конечно же ресурсы в данном случае нужны другие оружия а их у меня нет так что будем либо ждать пока они появятся в рюкзаке либо ждать квеста нажмите кнопку B чтобы открыть окно скрижали вот такая вот система экипировки интересная здесь есть мы можем смотреть ее через кнопку B здесь просто очень много места под эти скрижали либо через наш рюкзак но здесь места мало и здесь показываются еще и остальные наши предметы работает оно таким образом здесь есть такая вот ячейка под пиццу и мы собираем кусочки пиццы и пихаем их в эту ячейку нужно собирать скрижали одного типа вот смотрите написано здесь ритуальный скрижаль стражи то есть нам нужно собрать все куски стражи и мы получим бонус каждый скрижаль дает какой-то параметр вот это как минимум дает 2 точности если мы соберем весь комплект то за 3 куска мы получим еще 2 точности я подозреваю что это нам нахер не нужно за 5 получим плюс 7 блока я опять же подозреваю что это нам нахер не нужно и за 8 еще больше точности немного защиты вот так вот кроме того как нам показали сейчас в откладке B ну ладно вернемся вот так вот у нас есть запасная ячейка подскрижали мы можем себе менять что нам больше нравится так замечательно мы получили немножко денег и сделали квесты давайте попробуем проапгрейдить наше оружие я не помню если оно работает с этим счет возьми да печаль похвастался что знаю как улучшать но к сожалению не хватает мне мозгов возможно нельзя использовать эту хрень как улучшение ну что ж попробуем выбить какую-то пушку из мобов благо есть 2 копейки нужно вроде 1 копейку чтобы сделать апгрейд тогда попробуем улучшить или заточить как кому будет угодно так нужно прочесть доски объявлений и небольшие квесты взять типа как неважные квесты вроде бы у npc разных так Замечательно, можно сваливать, а это нужно было просто Поговорить, так, знак, стоп, а как менять интерфейс, я уже, а, вот так вот, отправиться к почтовому служащему Это нам сюда, ой, у нас светится письмо, как видите От мастера Хон, банки на 30% хп и 5 ключиков Вот это вот, кстати, хорошая вещь, из боссов будут выпадать сущности Ну, короче, поговорим об этом позже Короче говоря, ключики эти нужны, чтобы получать из боссов награду Итак, чего вы с большим нетерпением ожидаете? А, я так понимаю, это, наверное, фича из бета-тестирования Наверняка слили пиратам какую-то устаревшую версию игры Короче Не важно Все индивидуальные настройки насрать На все это дело Главное, что мы... Или мы ведь получили награду или нет? Нет, не получили, черт А, нужно... Тогда назад не надо, не будем печатать ничего Или будем? Да, выбора нет Напишем бла-бла Пойдем далее Да, теперь я буду знать, что другое нажимать не надо Все отлично Забираем награду Замечательно Нужно перетащить наши баночки вот сюда Стоп, почему выбросить? Перетащить я хочу Вот Совсем другое дело Отлично Сдаем квест где-то Вот еще один минус Который мне не нравится То, что здесь Загружается очень медленно НПЦ Возможно это Сервера Может быть даже У меня какие-то проблемы Но Друг устанавливал игру недавно И у него в принципе Так же все выглядит Немножко бесит Ну просто Не Не всегда Удается ориентироваться Кому ты должен задать Этот квест Хотя он и светится на карте Прямо у тебя под носом Вот где-то Я прям стою возле него Но он еще не загрузился Вот такая вот печаль Что новая локация Что ли Подгружалась Да Снова этот доктор Ага Здесь тоже лечебница Это наверное тот чувак С огромным прессом Которого мы спасли Что дальше Мне его очень жаль А значит он Сдохнет Ну ладно Жизнь говно Не то что Нажмите кнопку N Чтобы изменить Прозрачность Стефана карта Без проблем Нет Она мне такая не нравится Пусть будет Тандартная Поговорить Ооо надо было вернуться Твою дивизию Вернее надо было там Сразу нажать на эту хрень Я идиот Хорошо что есть ускорение Ой-ой-ой Слишком дикие лаги Что нажать на кнопку J Открытик на задании И узнать местонахождение Зашибись Хо-ома Кто у нас Локация Ага И таким образом Нам будет показывать Где он В принципе нам сюда и надо Нам сюда и надо Отлично Наконец-то сделали Так Получить сок Молодого песчаного Моллюска Обитающего На побережье Бомбоковой деревни Что ж Начинается гринд 8 штук Сока И жемчужный раковин 3 штуки Жемчужный Это Наверное Вот эта вот хрень Должно быть Тут уже собрал Да дайте мне одну жемчужину А вон она светится Понял Нужно искать Нераскрытые Вон она как Ой-ой Затупил Подбираем Это Так понимаю Какая-то вечно Поднять я не могу Потому что Ее Выбил Кто-то Другой Так Один сок Есть Ну надо Попробовать Забомбить Льдом Вон она что Надо Три раза Выстрелить Ледяным скиллом Тогда Первый скилл Будет Замораживать Ну на это Скирвиот Могов На себя На себя Наверное Не получится Их юзать Все таки Для вашей Пати Вы можете Либо Бомбануть По мобам Либо Помочь Своим Соратникам Избавиться От Какого-то Унылого Дебафа Искр В принципе Искр Набирается Этим Первым Скиллом Насколько Я понимаю Он Он что Не Не жрет Сферы Ух ты Он не жрет Сферы То есть Это Я не знаю Хорошо это Или нет А можно Так Нажимать Автоатакой Нажимать Первый Скилл Не знаю Какой Толк От этого Но Можно Да Так Ладно Я немножко Увлекся Забираем Последнюю Жемчужину И нужно Сдавать Квест Доложить Алхимику Гвачуну И доложить Жителю Бомбок В деревне Хан Мипек Закончились Очки Крутизны Передвижения Завершить Все задания Жить Любом Бук В деревне Ла 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 Ага Ну то есть Я уже Их Всех Завершил Нужно Лишь Задать Последние Должно Быть Да Все Завершил Замечательно Нам Видимо Сюда До Чон Пун Отдай Мне Опыт Свиток Еще Нет Открыть Инвентарь Расширить Окно А вон оно Что Денежки Вот Зачем Нам Дали Денежки Почему Мне Что Снова Глючит Да Печалька Все Теперь Десять Ух ты Значит Дальше Сто Возможно Будем Надеяться Что В этой Игре Много Денег Падает Так Все Свалим Отсюда Еще Не Закончил Свиток 5 Беседовать Со Стражем Бамбуковой Деревни Гон Сам Сиком На Посту Стражей В лесу Мертвецов А Лес Мертвецов Кстати Это Уже Следующая Локация И Там Уже Более Похоже На Не знаю На Гринт Что То Классическое ММО RPG Да Вон Жаль Нету Телепорта А можно Я смотрю Право Забежать Телепортироваться Туда Но Наверное Не стоит Пока Терять Время Ну что ж Мы Можно сказать Закончили Это Обучение Потому что Предыдущие Квесты Трудно Назвать Нормальными Квестами Будем надеяться Что В следующих Квестах Будет Что-то Поинтереснее Появились На новой Локации Можно В принципе Побегать Повалить Каких-то Мобов Но Наверное Займусь Я этим Уже В следующем Выпуске Сдохнет Как много У него Здоровья Или Может быть Я снова Что-то Неправильно Делал Да Ну что ж Давайте Подытожим На первый Взгляд Игра Мне Понравилась Конечно Ничего Еще Особо Интересного Я не увидел Не Продвинулся В Игровом Процессе Достаточно Далеко Но На первый Взгляд Все Выглядит Довольно Сочно Приятная Графика Кстати У меня Она Чуть Выше Среднего Скида Что Можно Сделать Еще Больше Я просто Застал Что Вместе С Фрапсом Будут Лаги Они И так Кстати Есть Вот Ну Картинка Выглядит На На 9 Из 10 Возможно Даже На 10 Но Не буду Ставить Максимальную Оценку Насчет Сервера К сожалению Я еще Не понял Ничего Присутствуют Лаги Не знаю Грешить На Север На Себя Или Еще На Что Пока Не Уверен Ну Что В Следующих Роликах Попробую Пройти Дальше И Возможно Узнаем Стоит Ли Играть На Этом Сервере Или Нет Ведь Если Открылся Один То Возможно Еще Какие Алчные Пираты Решат Открыть Свой Сервер И Возможно У них Будет Что То Получше Ну А На Этом Я Буду Заканчивать Прощаюсь С вами Благодарю За Внимание Надеюсь Вам Понравилось До Встречи